Люди имеют настоящую любовь к российской и бразильской музыке. Я очень люблю изучать другие места и собирать там новые истории. Американец Эрик Александр одна из заметных фигур в джазовых кругах. Он за свою долгую карьеру успел поиграть со многими всемирно известными музыкантами, которые определяли историю джаза. В Самару он приехал с московским квартетом Алексея Подымкина отыграться в местный концерт, который стал частью джазу фестиваля «Движение». Эрик в Самаре первый раз, но уже отметил добродушие горожан. Ну а его друзья говорят, приезд Эрика – событие и для Самары, и для России. Очень немного, скажем, музыкантов, которые сегодня влияют вообще на ход и сохранение традиций, и на ход какой-то джазовой жизни. Все равно основные тенденции джаза, они все равно зарождаются, развиваются, и потом распространяются по миру из Нью-Йорка. То есть Нью-Йорк – это все равно мекка, это место, куда все самые прогрессивные музыканты съезжаются. Эти музыканты являются представителями качественной джазовой музыки. И под счастливой случайностью как раз Эрик Александр оказался в России. Сегодняшний концерт проходит в рамках городского проекта «Культурное сердце России». На концерте Эрик и квартет Алексея Подымкина отыграли джазовые стандарты – мелодии, которые прочно закрепились в этой музыке. Программу музыканты репетировали лишь раз – на первом совместном концерте в Москве. Отыграть на уровне в Самаре – это им не помешало. Сказываются десятки лет в джазе. Самарцы оценили мастерство. Я сам родом из джаза. Мы еще там в те годы, когда говорили, кто сегодня играет джаз, то завтра Родина продаст. Мы как бы оттуда еще. Уровень чувствуется еще. Ну, у нас тоже есть много достойных. Ну, конечно, приятно всегда послушать настоящих, потому что это большой праздник для Самары. Финал джазового фестиваля пройдет в День города, куда организаторы также планируют позвать звезд джаза. Одной из них станет оркестр Олега Лунстрома. Александр Шугаев, Семен Безвинов, Николай Сидоров. События.